Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы обсуждаем среди членов Рабочей партии России в Старопольском крае тему мирового коммунистического движения. Мы решили поговорить на эту тему, потому что существует достаточно много общих рассуждений на эту тему и существует довольно много мифов. Но, как нам кажется, стоит это разобрать подробно, и это будет достаточно интересная беседа. Предоставляем слово Олегу Анатольевичу Мазару, лектору Немовыского института экономики, управления и права. Спасибо. Ну, мировое коммунистическое движение – это движение мира в команду. Это очевидно. Из этих слов следует, что это движение мира в команду. То есть речь обязательно должна идти о той эпохе, в которой мы живем. А мы живем, как известно, в эпохе движения от капитализма к коммунизму. Эта эпоха началась по новому стилю с 7 на 8 ноября 1917 года. И ни на один день эта эпоха не прерывалась. Для сведения, эпоха перехода от феодализма к капитализму проходила более 4-х столетий. Как началась в 16 веке революция в Голландии и февральская революция 1922 года в России – это тоже часть эпохи перехода от феодализма к капитализму. А эпоха перехода от капитализма к коммунизму, ну только немногим более стали. Еще молодое движение коммунистическое. Но достижение этого движения коммунистического, оно огромное. Благодаря этому движению впервые в мировой истории после эксплуататорских обществ было создано общество без эксплуатации, было создано коммунистическое общество в первой фазе его развития, социализм, и была одержана победа над наиболее реакционным выражением империализма над фашистской Германией. Вот такие огромные достижения, и то, что это движение переживает и взлеты, и падения, и внутри этого движения, внутри этой эпохи будут, есть и будут движения и вперед, и отступления, как в любой борьбе, это неизбежно. Владимир Ильич Ленин в своей очень небольшой, но очень важной работе к лозунгу о Соединенных Штатах Европы нам четко указывал и указывает на то, что мировая социалистическая революция – это целая эпоха революции и контрреволюции, побед и поражений, вот что и произошло в нашей стране. В нашей стране произошло поражение социализмом, как первая фаза коммунизма. Но мировое коммунистическое движение, оно движется вперед. Сейчас более полутора миллиарда человек живет в социалистических государствах. И вот я предлагаю именно на этом сделать акцент, что никакого глобального капитализма, глобального империализма нет, а есть сейчас борьба мирового коммунизма и мирового капитализма. То есть в мире сейчас коммунизм, как прогрессивный строй, борется с капитализмом. Если так рассматривают, а это единственная научная точка зрения, если так рассматривают ситуацию, то многие события становятся понятными и труднее уже различным деятелям своих интересов, естественно, обманывать большую часть населения мира. Скажите, пожалуйста, Леонид Анатольевич, в этом случае мы можем говорить, что мировому коммунистическому движению свойственны периоды подъема и периоды спада. Как можно кратко охарактеризовать разные периоды, которые мы прошли за эту историю? Ну, здесь исторические экскурсии, я думаю, нам не стоит подать. Мы историю, с моей стороны, знаем, я думаю, хорошо, так же, как и те коллеги, кто будет смотреть нашу беседу. Но первый период подготовительный, когда коммунистическое движение было внутри капитализма, это до 1917 года, до ноября этого года, когда создавалась теория коммунистического движения, когда создавались партии коммунистические и наиболее передовая партия РСДРБ большевиков, и та партия, которая укрепила свою власть, убрала власть буржуазии и передала сразу же после успешного вооруженного восстания, в ноябре по новому стилю 1917 года, передала власть Совету, перерывала власть Советом и установила диктатуру, тем самым была установлена диктатура пролетариата. И этот период, период переходный начался, он длился до середины 30-х годов, немного менее 20 лет, затем впервые в мире было создано, не просто государство социалистическое было создано сразу же в 1917 году, а уже примерно в 1935 году был построен социализм, был создан социализм, если уйти от строительных терминов, был создан социализм впервые в мире, и человечество вошло в эпоху коммунизма, уже пройдя переходный период. Затем, в 50-х годах, к сожалению, произошел отход от принципов коммунизма, в нашей стране произошел отход, не знаю, что во всем мире это произошло. В результате Второй мировой войны была создана мировая коммунистическая система, и когда под руководством ревизиониста Хрущева начал происходить отход от коммунистических принципов, прежде всего от диктатуры пролетариата в нашей стране, в Китайской народной республике, где революция состоялась в 1949 году, в 50-х годах они уже укреплялись, они вошли в переходный период, они подвергли критике этот отход от коммунистических принципов, и оказались правы, мы сейчас четко видим, что да, китайские товарищи оказались правы сохранить диктатуру пролетариата. В 1991 году, то есть переходный период у нас, страна вернулась, переходный период, только переходный период уже от коммунизма к капитализму, он начался на рубеже 50-х, 60-х годов и завершился в 1991 году, оказался строй очень крепкий, если понадобилось 30 лет, порядка 30 лет для того, чтобы уже разрушить социализм в нашей стране, не легко было врагам это сделать, но они это сделали, при всем внутренние враги, но в то же время мировая коммунистическая система была создана, в ряде стран коммунизм потерпел поражение, прежде всего в среднеевропейских странах, где, ну не своими силами в основном был социализм создан, а благодаря тому, что наши войска одержали крупнейшую в мире победу над фашистской Германией, если так или так, коммунисты получили довольно-таки благоприятную, условия для того, чтобы перейти к строительству социализма в Польше, в Чехословакии, в Болгарии, в Румынии, в Восточной Германии, в Югославии, в Албании, в Венгрии, но так как легко они получили, они легко и расстались. А там, где было кровью и потом завоевано, это Китайская Народная Республика, Корейская Народная Демократическая Республика, вьетнамские коммунисты, которые с 40-х годов до 70-х годов воевали практически без перерывов, практически против разок, против французов, против Соединенных Штатов Америки, даже были, к сожалению, конфликты с Китайской Народной Республикой. Где кровью заработано, отстояли коммунистические принципы, там надежно сейчас существуют функционеры диктатуры, панкриата. Китайская Народная Республика находится в переходной периоде от капитализма к социализму. Многие не понимают этой диалектики, когда правильно говорят, что китайское государство, оно социалистическое, но в то же время против социализма, построенного, созданного в Китае, нет. Да, в Китае создано и функционирует социалистическое государство, диктатура, панкриата, в них институция это прописана, но они находятся в переходной периоде от капитализма к социализму. То есть социализм, вернее, коммунистический уклад в экономике, у них он мощный, самый крепкий, управляется планомерно и постепенно расширяется. И где-то к середине века ставят задачу, они об этом прямо не заявляют, но по некоторым косвенным признакам можно судить, они ставят задачу достигнутой средней развитости, но это речь идет о том, что они в Венштадте, где-то к 49-му году они планируют в столетии своей революции, завершить переходный период от капитализма к социализму и построить социализм как первую фразу коммунистического. В связи с этим у меня лично два вопроса. Первый вопрос. Можно ли считать правительскую Китайскую Народную Республику лидеров мирового коммунистического движения? Если да, их можно считать лидерами мирового коммунистического движения, то в чем их лидерство проявляется? Помимо того, что они заботятся о непосредственном развитии и прогрессе внутри своих стран. И второй вопрос. Как я вам там? Мне кажется, вы в одном ответили. Хорошо. И второй вопрос тоже с этим связанным. Очень часто сталкиваются с термами. Это социализм с китайской спецификой. Коммунизм с китайской спецификой. Но нигде я пока для себя не могу найти ответа. Что же это такое китайская специфика? И не похоже ли это все на такое же ревизионистское толкование теории, которая начиналась и процветала у нас в 90-е годы? Ну, разумеется, сейчас китайские коммунисты находятся в авангарде мирового коммунистического движения. Это очевидно. Но нельзя забывать о серьезном отряде корейских коммунистов, которые уже создали социализм. То есть в этом отношении Корея впереди Китая. Я согласен, но это с точки зрения их собственного движения. Когда мы говорим о коммунистическом движении вообще, мы подразумеваем то, что есть движение на планете, которое стремится к установлению всеобщего коммуниста. И что же я лично со стороны Китая не наблюдаю? Чего-то бабы нею, чтобы так же вернуть к... Давайте обратимся к истории Советского Союза. Посмотрите, одним из основных подразделов теоретической и практической борьбы коммунистов Советского Союза за коммунизм в нашей стране был вопрос о том, что делать коммунистам, победив в одной стране. В чем маленькой стране, победа не была бы достигнута, когда мы понимаем, то есть Россия как раз была в достаточном условии в России, большая страна, почти 200 миллионов населения к началу Второй мировой войны. Что делать коммунистам? И разошлись тогда в этом вопросе линия Сталина и линия Троцкого. Линия Сталина была, продолжение линии Владимира Ильича Ленина, на построение, на создание социализма в одной отдельно взятой стране. То есть, вот знаешь, в одной только стране построили. Победила бы революция в Германии, в Венгрии, конечно, мы вместе это делали, но там мы терпели поражение. Значит, в одной стране победили, значит, одну страну укреплять, вклад в мировое коммунистическое движение, это вклад, прежде всего, сохранения социализма и его развития в одной стране. и по мере показать всему миру пример и оказывать поддержку коммунистического движения во всем мире. Это Советский Союз и сделал. Был создан комминтерн, и комминтерн очень серьезное влияние в мире имел. Возглавлял он во время его Димитров. А кто этот же комминтерн был в мире? Ну, тактические, понятно, тактические, конечно, соображения. Ясно, что необходима была определенная борьба была с террористическими державами. И во время войны, да, нам не надо было их пугать, конечно, революциями в их стране. Ну, союзнические отношения возникли с рядом крупнейших империалистических держав. Ранней Победы над крайней формой, наиболее революционной формой того же империализма. То есть, вы считаете, что после войны была вероятность восстановления? Ну, да он функционировал по-другим видам просто. Был, да, да. Но он в другой форме, он все равно сохранялся и все равно воздействовал. Если бы он не действовал, то не было бы, наверное, дальше довольно успешного распространения дальше коммунизма по всему миру. А посмотри, Латинская Америка поднималась. Ну, центральная Европа мы с очевидностью видим, как это происходит. И вопрос о том, что сейчас Китай делает для своего мирового коммунистического движения. Прежде всего, укрепление самого Китая. Китайской экономики. И сохранение и развитие социализма в Китае. То есть, их основная задача, как лидера коммунистического движения по масштабу, прежде всего. Если с точки зрения создания социализма, то лидерство у корейской народной Европейской Республики. А с точки зрения масштабов, конечно, у китайских товарищей. Их задача, они это четко понимают, это видно по их документам, по их действиям. Это победа в экономическом соревновании с мировой капиталистической финансовой системой, с мировым, с империализмом. Он мировой в том смысле, что он не весь мир захватывает, а мир в том смысле, что их часть мира. И они эту задачу решили. Они решили ту задачу, которую не решил Советский Союз. Советский Союз на втором месте был по экономической мощи. Очень мощное государство, очень мощная страна была создана. 20% мирового производства Советский Союз производил. Не то, что сейчас 2% России. 10 раз упал. А Китайская Народная Республика сейчас производит, даже взять буржуазный показатель, вал внутренний продукт. Это он не очень неточный. Там войной счет, там услуги, там что-то туда не запихнули. Но даже по этому буржуазному показателю Китайская Народная Республика по паритету покупательной способности обогнала уже года 3, как обогнала Соединенные Штаты Америки. И сейчас Китай в плюсе, даже в условиях мировой пандемии. А Соединенные Штаты в сильном минусе. ФРГ в сильном минусе. Франция, Великобритания в сильном минусе. Вот необходимо дальнейшее укрепление, они это делают. А по промышленному производству, если возьмете, так они уже лет 10 назад обогнают. А на самом деле, посмотрите, какие экономики на эпоху устойчивают, и есть промышленность. Ведь Трамп не зря при всех его странностях, при его таком поведении не совсем обычном, он же выражает интересы той части буржуазии, которая понимает, что необходима опора на промышленность свою собственную. А не просто получение прибыли от выгодных вложений в той же Асии. И задачу ставят возвращение промышленности, возвращение промышленной мощи, США сейчас мощная промышленная держава, но укрепление этой промышленности, возвращение тех производств, которые ушли из принципа выгода, получения максимальной прибыли. То есть они тоже это понимают, что упустили они сейчас лидерство мировое. А вот представьте себе, что в Китае где-то 6%, сейчас 6% в год, это сейчас маленькие цифры, были 12, сейчас даже 6%, но они в плюсе 6%, но сейчас пусть 3% будет в этом году. Но где-то по 6% в год они сейчас идут. А Соединенные Штаты 2-3%. То есть этот отрыв еще будет увеличиваться. И сейчас главная проблема и главная задача китайских коммунистов, это именно укрепление коммунистического уклада внутри их экономики. И заметен поворот в этом направлении, идут национализации некоторые, и самое главное идет внутренний рост этого сектора. То есть внутренний рост коммунистического сектора. А что такое коммунистический сектор? Это национализированный сектор экономики, который планомерно направлен на решение задач общественного развития. Позвольте я тогда попробую немножко уточнить вопрос, Иван, как я его понимаю, что нам, российским коммунистам, в данной ситуации было бы делать. Нам нужно опираться на собственные силы или ждать помощи от китайских товарищей. Вы знаете, в интернете есть несколько публикаций, а мы, осуществляя свои действия, можем ли мы рассчитывать на их помощь? Никто не говорит о том, что мы не используем? Я думаю, что нет. Рассчитывать на помощь оттуда не надо. Тогда они не реверировали, конечно. Нет, нет. На помощь рассчитывать, на их помощь не нужно. Вот я поясню свою позицию. Это исключительно моя позиция, я над этим думал. Дело в том, что разрешение противоречий внутри любой системы происходит только на основе разрешения внутреннего противоречия основного. Никакие внешние воздействия не повлияют, если они не становятся внутренними. Пример тогда приведу, чтобы было... Вот я доскажу, я позицию-то не досказал. Мы китайским коммунистам, наша страна китайским коммунистам помогала очень серьезно. Но помогала почему? Почему эта помощь казалась эффективной? Да потому что они проводили свою огромную борьбу. У них были целые, сегодня говорят уже, целые районы. Были, где коммунисты руководили этими районами. У них была своя армия из нескольких, из детских десятков дивизий. И они одерживали свои победы. Наши помогали? Конечно, помогали. И это не скрывалось особенно. Но в то же время, когда нужно было эстетические соображения китайским коммунистам вместе с китайскими... Буржуазовым правительством китайским Гоминдан, которое мы знаем название Гоминдан, такое короткое, тогда товарищ Сталин и другие товарищи посоветовали им объединить усилия против японской интервенции. Японская интервенция была самой большой угрозой. Ведь мало кто знает, что Китай, жертвы Китая, посчитать их еще сложнее, чем те жертвы, которые были в нашей войне, в Великой Отечественной. Но жертвы там не меньше были. Более 30 миллионов. Около. Официальных данных вообще нет. Никто не может посчитать. Но тот геноцид, который проводили, там соревновали, кто больше убьет. Убивали просто население, заходили, и задача была население городов уничтожать просто. То есть освобождать пространство для японцев, для тех, кто с японцами сотрудничает. То есть на самом деле та борьба, которая там была, она малоизвестна. Я призываю изучать историю Китайской народной республики, и Вьетнама, и Северной Кореи, и Лаоса. Потому что это история человечества, важнейшая часть истории человечества. На это я попробую переформулировать вопрос, потому что важно получить ответ более точный. На территории Российской Федерации на сегодняшний день существует множество транснациональных корпораций, которые принадлежат капиталу иностранному. Транснациональный, грубо говоря, американцев. Так, американского литераризма. Соткоп, приезжали на завод. Да, по проколу. Наступает момент пролетарской революции у нас. И необходимо национализировать те предприятия, которые являются предприятиями иностранного капитала. Естественно, иностранный капитал длитвы в действиях по интервью территории Российской Федерации и по тому, чтобы свой капитал никому не отдал. Любой дружок будет держаться за свои пожитки, да, по среднему. Ну, большим средством. Можем ли мы в таком случае, в случае угрозы, боевые по причине пролетарской революции в России, рассчитывать на помощь Китая? Или же Китай в связи со своей вот этой китайской спецификой коммунистической скажет, а зачем нам ругаться с империалистами, которыми у нас сейчас более-менее отношения сложились, в пользу России? Или же китайский народ, главец Китайской коммунистической партии будет способен на такие же действия, на которые был способен, скажем, Советский Союз, отправляя Жукова в Халфельбон? Будет ли способен? Жукова в Халфельбон направили не для освобождения Китая. Для помощи китайского? Нет. Это была война, вернее, такой большой вооруженный конфликт с Японией, с японскими интервентами. Там китайские части не участвовали, вернее, даже участвовали с той стороны. Только не китайские коммунисты, естественно. Там в государстве Монжоуго части были, которые поддерживали японцев. Это было образом Монголии, как и социалистической Монголии, с которой у нас были союзические отношения, и Советскому Союзу. И надо было ударить по японцам, чтобы их успокоить в этом отношении. Они, кстати, успокоились в значительной степени. Они были провокацией после этого, но после такого поражения мощного они практически не предпринимали действия. И хотя наша страна держала десятки дивизий на Востоке, понятно почему, но японцы так и не решились напасть. Даже в условиях 1942 года, когда вроде бы немцы уже докладывали, что Сталиград пал. В этих условиях даже японцы не решились. То есть это не тот случай. И в Китай наши войска заходили не для установления, не для экспорта революции коммунистической, а для поражения Японии в своих союзнических отношениях с Соединенными Штатами и Великой Британией. Ну, прежде с Соединенными Штатами. То есть выполняя союзнический долг, наши заходили в Китай. А то, что оказали помощь потом оружием, потому что оружие японцев, которые, трофейное оружие наши взяли у японцев, оставили там незначительную часть нашего оружия, оставили народно-освободительные армии Китая, это уже, по сути, было вторичным по сравнению с поражением Японии. То есть задача была поразить Японию. То есть наиболее реакционную часть империализма. То есть получается, что страны, которые у себя строят социализм, должны в первую очередь думать о том, как у себя построен социализм и по минимуму... Революция – это сугубо внутреннее дело каждой страны. То есть революционный процесс... Вот троцкисты как рассуждают, что мы зажжем пламя во всем мире, надо везде проводить, в том числе, революционную борьбу. Мы во многом, кстати, поход на Польшу был, к сожалению, таким мотивами чем-то руководствовались. Думали, что пройдем Германию, и там загорится революция германская. Но это, конечно, ошибка была. Только внутренние причины, когда созреет... Мы же основываемся на науке, когда созреют внутренние предпосылки. Когда альюрхии не смогут, а низы не захотят в конкретной стране. И это будет обязательно в одной стране, потом в другой стране, в третьей стране. И вовсе не одновременно. Где-то, может, одновременно две. Но никто не знает, как это произойдет. Но только внутренние, надежда на то, что кто-то путем военных действий или еще каких-то установит в России власть пролетариата, это, в принципе, невозможно. Только когда пролетариат России созреет путем экономической борьбы, путем установления момента власти рабочих на предприятии, а ведь только забастовка. Успехная забастовка – это уже власть, в определенной мере, власть рабочих на конкретном предприятии. Потому что там уже режим, они сами устанавливают режим действия. Они устанавливают рабочие дружины, могут не воружить, естественно. Рабочие дружины – все в рамках закона. Когда пролетариат нашей страны созреет, организуется, когда завершится становление рабочей партии в такой степени, что на большинстве предприятий будут влияние этой партии рабочей. И когда кризис, а у нас перманентный кризис в стране, в этом смысле отношить проблем не будет с этим кризисом, чтобы бужуазия устроила очередной кризис. Они это устроят. И на Западе, кстати, и западные капиталисты помогут устроить кризис в нашей стране, потому что для них Россия даже бужуазная – это враг. Это мы видим. Вот только созрев тогда уже, ну а как могут помочь китайские товарищи? Ну, поддержав, по крайней мере, заявив руки прочь от Советской России. Вот нам же помог мировой пролетариат в гражданскую войну. Без мирового пролетариата можно не удалось поддержать. Представьте, интернету никакие силы были. По сравнению с нашей Красной Армией, которая тогда не 5 миллионов, как в конце гражданской войны, 5 миллионов. А армия-то была вначале вообще крохотная. По сути, рабочие отряды были. И так называемые заслоны устраивали, заслоны только. И те офицеры, которые патриотически настроенные, помогали отстоять независимость нашей страны. А поднявшие рабочее движение мировое в Великобритании, во Франции, в Германии, в Италии – руки прочь от Советской России. И французские интерненты убрались из Одессы. Их что, напугали подпольщики до такой степени? Одесские подпольщики напугали? Или этот бандит, как он, Одесский, как его там зовут? Да, он так сильно напугал Бене, как его там крик. Напугали французские интерненты, что они ушли из Одессы? Да нет. Это именно наша Красная Армия, которая одерживала победы. И солидарность пролетариата наиболее развитых стран, кстати говоря. И Соединенных Штатов Англии. И здесь, если Китай со своей мощью заявит руки прочь от Советской России, я думаю, что никто не сумел. Проблема в этом и заключается, что в тот момент, когда мировой пролетариат поднял лозунг руки прочь от Советской власти, к этому моменту от Советской России, наши пропагандисты, наши идеологи уже были проникнуты в этих средах. У них были знакомства, товарищи. Там свое было движение. Да, свое. Это не то, что наше там поддерживали. Все это движение было объединено. Это не позволило. Сейчас я не вижу какого-то... А сейчас нет революционной ситуации. Нет, и в России. Дает их денег? Нет, 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 нет. А с другой стороны, с точки зрения, к теории, революция наступает в тот момент, может, я ошибаюсь, что они не попали. В тот момент, когда производственные отношения не соответствуют производительным... Они заодно не соответствуют. Нет, мы согласны. Они не соответствуют. Они даже не соответствуют. Тогда в какой момент, вот если по теории, это тот момент, когда они не соответствуют, а не соответствуют, когда они начали с того момента, когда появились монополии, империализм установился, они уже не соответствуют. Что нет, не соответствуют. Раньше даже не соответствовало. До Монополича не было соответствовало. Но в тот период, когда... До Монополистического капитализма, что не соответствует, что переросли. Я предлагаю сейчас немножко говорить о Китае. Сейчас я скажу. Мы должны посмотреть на эту ситуацию с позиции Китая. Не с позиции Российской Федерации, а с позиции Китая. Китай, коммунистический Китай не заинтересован в возникновении на своих северных границах враждебного коммунизма государства. Потому что если мы фантазируемся, что в России происходит социалистическая революция и на тех поражения, то мировые капиталисты используют эту ситуацию для установления в России режима, который будет прямо противоположен китайскому. Соответственно, мы можем думать о формах поддержки, но поддержка будет. В любом случае, потому что Китай, исходя из своих интересов государственных и экономических, не хочет получить у себя сверху, в северо своих врагов. Причем даже сейчас политика мирового капитала направлена на то, чтобы сделать из капиталистической войны России врага Китая. Переванить на свою сторону. Но мы видим, что между нашими государствами сейчас существует военно-политический союз. Между капиталистами союза еще нет. Как союз, он не оформлен. Ну, у нас есть организация сейчас сотрудничества. Да, есть определенные отношения, но союз союзническими их назвать нельзя. Но в любом случае, мы видим сотрудничество между капиталистической Россией и социалистическим Китаем. То есть переход России к социализму только укрепит эти отношения. Но о формах поддержки мы можем сейчас говорить долго, но мы не знаем, как это будет. Мы не знаем, как будет развиваться дальше экономические изменения. Если на Китай изнутри, у него возникает следующий вопрос. Я, может, немного информации перерыл, но перерыл достаточно. Я не нашел ничего. Кстати, цифру о том, что в 2049 году они не хотят. Уже должны становиться социализм. Я слышал. Но то, какие пути на преодоление частной собственности и какие шаги на преодоление частной собственности они будут предпринимать или они сейчас предпринимаются, я не вижу. Но с другой стороны, я вижу активнейшую поддержку китайского государства частных крупных компаний, таких как, например, Huawei. Huawei, она же не является националом. Huawei – это кооператив. Да, кооператив. Ну, частная предприятия. Ну, частная и кооператив – это разные вещи. Это частная. Это часть. Просто если мы это не будем признавать частными предприятиями, тогда все эти акционерные общества тоже будут говорить, что они тоже не частные. Но кооператив может стать общественным. Их интересы, например, они прям активно поддерживают. Почему? Потому что крупное производство, оно дает множество рабочих мест и прочее. Но я не вижу пути, как же они скажут в определенный момент к Huawei, теперь бы не кооператив, а теперь бы общественная собственность. Ну, это очень важный вопрос о том, какие формы перехода к общественной собственности, на средства производства. У нас, в нашей стране создались такие исторические условия, когда это должно было произойти форсировано. Но и у нас-то каковой национализации в 30-е годы не было. То есть у нас они сами, вот эти капиталисты, они сами разорялись. На самом деле, у нас национализация была в 2017-2018 году, да. Причем активно очень-то рабочие проводили. То есть даже большую часть не сверху провели, а снизу национализацию. То есть, по сути дела, уже документы принимались по из-за того, что рабочие заявили, все, это капиталиста выгнали, это теперь предприятие национализировано. И установили рабочий контроль и более чем рабочий контроль. В 30-е годы, в конце 20-х, 30-е годы, когда первая пятилетка, вторая пятилетка, никакой же не было национализации. Этот сектор буржуазный, он, по сути дела, выталкивался из экономики. То есть он выдавливался из экономики путем того, что более крупное, мощное производство, социалистическое, оно, коммунистический сектор, выталкивал их. Ну, как можно было с производством тех же автомобилей, частник ничего не мог сделать. Только государство могло построить автомобили. А что, частник делал телеги? Он делал телеги. Допустим, он делал тысячу телег в год. Это я понимаю. Нет, подожди. Вот тысячу телег у Китайской народной республики, таких проблем сейчас нет. У них нет задачи мобилизовать до такой степени. Они сейчас самодостаточны, и они могут спокойно решать эту задачу. Без сфорсирования. Они уже делали ошибки в своей истории, когда они пытались сфорсировать. Они уже не хотят это повторять. Они поэтому сейчас должны нарастить настолько преимущества, а каждый раз наращивать это преимущество, это усугубляет кризис империализма. Чем сильнее развивается Китай, тем больше будет кризис капиталистической системы. И они идут этим путем. Кроме того, нельзя забывать о военном аспекте. У Китая всего лишь порядка 500 боеголовок. Всего лишь. У нас других данных нет. Основной домосло просто. Если бы у них было сейчас 4 тысячи боеголовок, я думаю, что это всем известно было бы. Уже это не скрыт было. У нас было раньше около 10 тысяч боеголовок, и у штатов тоже. Потом до 4. Вот и все договоренности с Брежневым, с Горбачевым. Четыре тоже предостаточно. Предостаточно. Хотя раньше у нас была ракета с десятью боеголовками, сейчас у нас новая ракета с четырьмя боеголовками, к сожалению. В этом смысле регресс технологии произошел. Но у нас есть достаточно оружия. На самом деле, если, а когда будет происходить революция, неизбежно. То, что Зюганов рассказывал, что лимит революции закончился, это вообще просто против всякой науки идут эти слова. На самом деле, когда будет у нас происходить революция, у нас явно сохранится мощный ядерный потенциал. И никакой такой интервенции, какая была на советскую Россию, это просто невозможно. Россия страна одна из двух стран, которые способны уничтожить любую другую страну и вообще все живое на земле. Поэтому в этом смысле интервенции никакой не будет. И даже не нужна здесь военная помощь Китая. Здесь нужна поддержка, дипломатическая, товарищеская, коммунистическая поддержка на моральном уровне, на организационном уровне где-то. И вы заметьте, вот я не успел рассказать, вы вопросы перебили. Заметьте, в интернете, в ВКонтакте появилось несколько страничек девушки из Китая, которые пишут, что мы от коммунистической партии. Мы от коммунистической партии и мы поддерживаем вас, коммунистов, но вы там боритесь со своим ревизионизмом, со своими вот этими, которые неправильно действуют. Мы вас поддерживаем и товарищи вперед. И в таком духе каждый день идут такие вот публикации. Они, конечно, там я кое-что писал о том, что тоже им надо посмотреть, все ли они правильно в теории формулируют, потому что, к сожалению, у них фраза «рыночно-социалистическая экономика» – это обычное их словосочетание. А это, конечно, ненаучно. То есть там идет апология в некотором смысле всего того, что происходит. А там, как и везде, есть отрицательное, есть положительное, есть отрицательное, преобладает положительное. В том, что сейчас происходит в Китайской Народной Республике. Но вот уже на русском языке, а потом написано просто по-английски. То есть по-русски я покажу вам. По-русски написано, а потом по-английски. Вначале писали с ошибками, сейчас, смотрю, русский чистый стал. То есть уже поработали уже над тем, чтобы уже кого-то привлекли явно из тех, кто владеет русским языком в качестве родного, уже явно редактируют. То есть на самом деле им не безразлично, что происходит. Они бы с удовольствием поддержали. Но кого им поддерживать? Она в открытую вот эта девушка пишет о том, что у вас, ну, лишний коммунист, ревизионист, имеется в виду наибольшей партии, которая называется коммунистической. С этой стороны вы дали ответ, я согласен. Сейчас вот, когда мы заходим со стороны, изнутри кипает. Я когда говорю пример Хуавэ, я его не случайно уважаю. Потому что когда в Советском Союзе происходило установление общественности, собственности, строительства, социализма, новым государством, социалистическому, приходилось конкурировать с маленькими производителями. И в этой конкуренции, действительно, механизация, автоматизация, строительство крупных предприятий, доступ к этим огромным металлургическим центрам, которые строятся, литрификация, это все давало огромные, так скажем, преимущества в этой конкуренции. Но, когда я смотрю со стороны Хуавэ, это уже гигантская корпорация, у которой есть доступ ко всем этим ресурсам, и она в своей конкурентной борьбе побеждает всех мировых производителей. Теперь, чтобы ее... Не всех. Ну, на сегодняшний день, скажем, что касается строительства сетей 5G, что касается удешевления стоимости электроники, что касается... Ну, без подробности давайте здесь, потому что мы технически не будем на сетях термохвалы. Они в этой конкуренции на голову выше. И тут вопрос встает, как же их теми путями, которые идут в Советском Союзе, победить? Здесь так не получится. По-моему... Почему вы... Вспомните Маркса. Маркс, когда его спрашивали, как вы собираетесь национализировать, против вас же будут бороться, вам же так не отдадут. Он говорит, мы готовы от этой споры откупиться. У коммунистической партии Китая под ее контролем находятся такие финансовые средства, что они могут откупиться от любого капиталиста своего. Хорошо. То есть, вы спросили, как? Я говорю, очень просто. Капиталисту ставится вопрос. Вы знаете, что на каждом предприятии есть коммунистическая ячейка. Ширин и прибавление. И есть там парт-организация, и без парторга на капиталистическом предприятии. Там ничего не решают абсолютно. Не по развитию, не по институтам. За счет государства. За счет государства. За счет государства. Да, прибавочным продуктом. Совершенно правильно. За частью прибавочного. Они сейчас получают весь прибавочный продукт, а им оставят часть прибавочного продукта. Здесь никакой проблемы технической или идеологической нет, сейчас это просто капиталист, а он будет рантье, то есть он будет стричь купоны с части этой собственности, то есть эта собственность перейдет большей частью к государству, а меньше останется, более того, они могут остаться менеджером. Кто сказал, у нас, кстати, есть примеры в нашей истории, когда капиталисты оставались менеджерами, они такие вещи не пишут, а зачем такое писать, если эта технология, эта работа, она уже у нас есть, и они с этим справятся, но им сейчас это делать незачем, они еще не развились до такой степени, чтобы они могли без частной собственности реализовывать все. У них миллиард 380 миллионов человек, из них часть находится почти в патриархальном обществе, ну в смысле патриархальное средство производства, я был в Китае, много лет назад, больше 10 лет назад. У них там есть просто патриархальное производство, где вот эти рисовые чеки, там почти все вручную, они еще не зашли везде, есть очень развитые части, где там робототехники, но есть очень отсталые регионы, есть сельское хозяйство еще довольно отсталое. Они официально заявляют, что у них бедных сотни миллионов человек, они сокращают количество бедных, но сотни миллионов человек, это имея сотни миллионов человек бедных, они социализм не создадут полностью, до тех пор, пока эта бедность не ликвидировала. Я видел цифру 10 миллионов по 12 миллионов, что у меня удивило, что ниже, чем в России, да? Нет, может процент бы смотреть. И видел цифру, что в 2021 году они ламируют полностью устроенную бедность на своей территории. Это можно устранить или изменить норматив, это элементарно, мы знаем, как это делается. У них безработных не так давно было, почти столько же, сколько у нас населения. Я бы вспомнил еще о том, что у китайцев перед глазами есть опыт, негативный опыт решения этой проблемы. Когда то, что было сделано в Советском Союзе в 50-е годы, когда были обобщественные артели, когда... Это не обобщественные было, а уничтожение. Да, на базе артели создавались госпредприятия. Когда просто пришли и сказали, вы теперь подчиняетесь такому-то министерству. То есть вот этот заход хрущевский, да, привел к тому, что через некоторое время появился дефицит, теневики, коррупция и все, с чем мы до сих пор. А почему уже ситуация, когда МТС разрушили? Да, разрушение МТС. То, что из Хрущев взял с МТС, это еще был, кстати, до 22-го съезда, когда официально отказались от диктового патриата. МТС, это же государственная структура, посредством которой руководили сельские хозяйства. Ведь МТС, земля, чья у нас земля была? Нет. Ну, нет, земля была государственная. Государственная, да. Земля государственная, то есть основное средство производства, земля государственная. МТС, трактора, комбайны государственные. Что оставалось у колхозов? У колхозов осталось мелкий метабь. Скот, все. Но ни скотом, ни мелким метарем ты ничего еще не решишь в современном производстве. Поэтому МТС были проводники государственной политики. Контрактация была очень правильно построена. Мы вам в услуги МТС, вы нам за это зерно, яблоки. Там была установлена связь рабочих с москранством. Да, МТС, и когда МТС, когда колхозы заставили выкупить МТС, то есть на самом деле что, раздели колхозы. Колхозы, тот жиров, который они накопили после войны, те жилищи, у них забрали вот эти вот средства, заплатили за МТС, на тебе тракторы. Тракторы раздали колхозам, которые были мелкие, еще не крупные колхозы были. И они не знают, что с этим тракторами делать. Это вот эта конкретная политическая политика Хрущева. Китайцы так не поступают. Они начали с конца 70-х годов с объявления того, что семейный подряд, но сейчас у них тоже формируются крупные. Они, кстати, сохранили многие общины, в этом смысле, коммуны. И они постепенно налаживают там технику и развивают сельское хозяйство. Они достигли почти 100 самообеспечений по продовольствию. Это миллиард триста восемь миллионов человек. По большому счету они обеспечили себя продуктами питания. Это огромное достижение. Китай, который голодал тысячелетиями, периодически голод был, у них сейчас уже десятилетиями нет голода. Это ли не достижение коммунистов китайских? Есть еще такая цифра. И дефицита нет. Но она такая, может быть, очень пропагандистская. Но китайцы говорят о том, что уровень жизни китайцев за время управления коммунистов с 49-го года поднялся в 60 раз. Да, если может и больше. То есть они стали жить лучше не с вами в три раза, а в 60. Да есть бедные тоже. Есть бедные. Но раньше это были нищие, то есть люди с эмалированным бедром были богатые. Голодающие. Они были голодающие, умирающие с голода, умирающие люди. Предлагаю перейти теперь к России к России. Почему? Потому что... Рассматриваем, что это мировое коммунистическое движение. Мы не можем говорить только о Китае, потому что мировое коммунистическое движение, оно и есть везде. Практически везде. А что касается Российской Федерации. У меня создается впечатление, что у нас здесь очень серьезные и разнонаправленные процессы идут. У нас есть КПРФ, у нас есть различные марсистские группы, у нас есть множество каких-то левых деятелей, есть Рабочая партия России. То есть очень такая... Левых кавычков? Левых кавычков. Кавычков. Конечно, левых кавычков. Блогеров, кого угодно. То есть началась идейная борьба. На что бы я обратил внимание, что мы видим начало разделения некого явления, которое проявляется через идейную борьбу. Как вы считаете, Российская Федерация сегодня может ли быть... Ну, не то, что лидера, но какое место она занимает, ну как, в мировом коммунистическом движении? У нас огромное преимущество. У нас история, опыт нашей страны таков, что при пробуждении рабочего класса те формы, которые создал российский тракториак, они будут востребованы, особенно советные. Ведь эффективнее советов, как органы власти, не придуманы. В Китае тоже, вот эта специфика, у них там не стареты, как у нас, у них несколько по-другому. Они тоже по территориальному, то есть они не по производству принципов, пошли не по производству. Да, а у нас такой замечательный опыт, самые совершенные формы были созданы в нашей стране. Благодаря этому и победы происходили. Поэтому у нас огромные преимущества. Но одновременно, то, что у нас происходило, посмотрите, с 60-х годов до 90-х, а после 90-х это вообще приобрело открытые формы, контрреволюции, это оказало очень серьезное депрессивное воздействие на наш рабочий класс. Кроме того, в период советский рабочий класс отучился бороться за свои интересы. В значительной степени интересы выражались партиями, советскими организациями. Привыкли апеллировать к органам власти, как к тем органам, которые должны реализовать общественные интересы. Хотя это сейчас уже совершенно не так. Сейчас уже общественные интересы как вторичные. Они тоже реализуются в определенной мере, но как вторичные. И поэтому у нас противоречие довольно острое. Между тем опытом, который есть, между потенциалом рабочего класса, который есть в России, и тем, что рабочий класс России еще не отошел от той депрессии и не приобрел тот опыт, который необходим для осуществления серьезных преобразований. Но это постепенно происходит. И это, возможно, еще не один десяток лет понадобится. А может и меньше. Владимир Вичлени тоже отнюдь не предугадал революцию 1917 года. Он видел, что революционная ситуация создается в процессе мировой войны, но что так оно произойдет, и что понадобится срочно приезжать в страну через чужие, через враждебные государства. Он, конечно, этого не предполагал. И мы этого не знаем. Когда что обострится? Посмотрите, как сейчас обострило противоречие во всем мире вот это же эпигемия. Категрия не самая страшная в мире эпидемия, по большому счету. Многие врачи говорят, что там это затрагивает лишь эпидемия, это когда там 15-20% населения хватит. А сейчас охватило порядка 80 миллионов из 8 миллиардов. Это небольшой относительно процент. То есть эпидемия в том смысле, что она охватила практически все страны. Но здесь впечатление, кстати говоря, в Вьетнаме, в Китае, в Северной Китае присутствуют в каких-то мизерных дозах теперь это все. То есть у нас потенциал в нашей стране огромный. Но с другой стороны, сейчас рабочий класс России, он может быть и не обязан снова быть впереди лидером и подвергаться таким ударам, которые уже прошли, которые история уже знала. Вот вы видите, какие огромные потери. Ведь те потери 27 миллионов человек, которые произошли, там же лучшие люди погибали. Это же во многом ослабило партию. И после войны уже тяжело было. Посмотрите, преемников-то у Сталина на пересчет. Кто-то мог быть преемником. И не самые лучшие оказались. Ведь те, которых собрали в 22-й съезд, они все единогласно проголосовали за новую программу партии. Перед этим были же расстрелы. Ну, были. Нет, это был Новочерказ. Слышно, что за Новочерказ вышло. Поэтому в нашей стране, в нашей стране, разумеется, потенциал очень серьезный. Революция обязательно будет, она может носить и мирный характер. Если серьезный будет перевес сил, ведь вооруженное восстание 17-го года, оно прошло почти что мирно. Где у нас, где вы слышали о захоронениях, о жертвах революции вооруженного восстания ноября 17-го года? И то, что это самая мирная революция. Без жертв практически революция произошла. Ну, в Москве были, да. В Москве были военные действия. А то, что произошло в Петрограде, да, практически бескромно произошло это. В отличие от февраля. В феврале были жертвы довольно серьезные. Поэтому, может, и мирная будет революция. И, кроме того, посмотрите, чуть что не так у нас, чуть что где-то касается того, что могут кого-то там национализировать. Посмотрите, как они, буржуазия, российская, крупная буржуазия, она сдает позиции сразу же. То есть, на самом деле, они уже с 17-го года, она была вся мировая буржуазия навсегда. И на самом деле, уже такого протестания может и не быть. Может и будет, а может и нет. Теперь видят, что можно организовывать общество на основах социализма. Раньше это была теория по 17-го года. А после 17-го года это стало практикой. И, оказывается, действительно эффективно это делается. Никто в мире таких темпов не имел, как наша страна имела в 30-е годы. Кстати, можно вопрос тоже уточняющий? Что касается темпов развития, погоней за тем, что вы... Ну вот вы говорили в своем тезисе о том, что вот Китай приносит большую пользу мировому коммунистическому режиму тем, что он доказывает свою эффективность и становится первой экономикой, находясь в конкуренции со всеми штатами. При этом для меня, может, вот опять же, ошибаюсь, главным признаком хрущевизма как раз и было то, что он захотел вступить в какую-то гонку с мировыми капиталистическими державами. Чего сторонился Сталин на протяжении всего своего управления? А почему он сторонился? Я не совсем понял. А почему он сторонился? Нет, была как говорили на программах. Сталин заявил, что если мы за 10 лет не пройдем тот путь, который другие страны проходили, за столетие на сону. Согласен, но здесь не гонка. Это не соревнование? Нет, это не соревнование. С этим я не согласен. Соревнование и гонка – это когда есть у соседа показатель вот такой. И значит, у меня должен быть такой. Но соревнуется это не по показателям? А у него стояла задача, что мы должны поднять... Ну, согласен, что соревнуется не по показателям, а соревнуется конкретных материальных, достижение конкретных материальных ресурсов. То есть если у нас создавалось во время войны в три раза больше танков, чем в Германии с сателлитами, это и есть результат соревнований с ними. А какой показатель? Да нарисуй любой себе показатель. Не показатели на фронте воевали, а воевали наши солдаты, наши великие предки, воевали на тех танках, которые создавали наш великий рабочий класс. Который во многом тогда состоял из детей и женщин. Потому что мужчины на фронт ушли, большинство мужчин. То есть вот это соревнование идет в материальных ресурсах и материальных шутках. Отражает, но нельзя забывать, что в отражении есть рефлексия. А рефлексия не есть сам объект. Одно дело, когда я знаю, что мне надо килограмм мяса и буханку хлеба, чтобы я выжил, и я сделаю все, чтобы ее заполучить, зная, что у него тоже это есть. А другое дело, когда я говорю, что у него есть уже три буханки хлеба, и мне надо три и более, чтобы я доказал, что... Вы сейчас переходите на субъективные особенности. Я хочу, я не хочу. Это уже не наука. Я согласен. Когда переходят на субъективные моменты и пытаются путем аналогии аргументировать объективные процессы, это уже отход от истины. Был конкурс, например, Советский Союз оставал в электронике от западных стран. Да, всегда оставал. Был принят курс обогнать, не догонять. Но не во всем. Именно в электронике был принят курс обогнать, не догонять. То есть, опять же, вступили в какое-то соревнование, что мы должны их опередить, а не поставили двономерную задачу, что мы должны обладать тем-то и тем-то. А что, не поставили задачу? И достигали. Что, в электронике, да, в электронике бытовой отставали, а в электронике военной не отставали. А в чем-то опережали? Да до сих пор, посмотрите, создаются оружия, на основании заделов советского времени, создаются оружия, которые опережают лучшее оружие Соединенных Штатов. Бесспорно. Те же гиперзвуковые. Вот возьмем ракеты. В Сталинском периоде. Как развивалась электроника? Был построен институт точной механики и вычислительной техники. Итернолитер. Был построен на его базе. Создалась киберноэклика. На его базе были воспитаны тот же самый. Продажная девка буржуазии. Ну, да. Все это развивалось. А когда пришел Хрущев, он ставил уже не конкретный план. Да вы не поприкладе Хрущева. Я не против. Что здесь ваше разрушение? Это в том, что Китай тоже, по мне, заражен элементами хрущевизма. И тоже не гонится за качественным решением вопросов внутри страны. А гонится... А вы сами говорили G5, а не на голову выше. Как это так? Вы противоречите сами себе. Я сказал, что Huawei в 5G является крупнейшим мировым производителем. Но при этом, будучи главным мировым производителем, он не горится за тем, чтобы в первую очередь покрыть Китай этими сетями. Я думаю, что это секретная информация. Они ее не распространяют. Нет, на самом деле, Китай при всем том, что есть серьезные вопросы к тому, что... Вы читали их Конституцию, а устав партии читали? У них программа, где нет как такового, у них устав не написано. Вот почитайте устав, почитайте. Очень интересное чтение. Там термины очень для меня необычные. Термины, которые мне не совсем нравятся. Диктатура народа, ну, в таком духе, для больших искусств. Ну, это даже хорошая фраза. Рыночная, социалистическая рыночная экономика. То есть они, конечно, подзаражены вот этим... Тем, что идет об Дэнсиопинах. Что давайте прагматически достигать, невзирая на то, на сё. Но постепенно у них обостряется противоречие внутри. У них тоже вот сейчас происходит обострение. Когда они шли по 10-12% роста, они не спрашивали, как и что. Сейчас у них тоже проблемы возникают. У них возникают проблемы в взаимоотношениях с основным партнером своим экономическим, с Соединенными Штатами Америки. Потому что там основной оборот идет по... Там триллионы долларов исчисляется этот оборот. Они... Противоречия у них обостряются. И не случайно сейчас идет... У них борьба внутри партии тоже идет. И не все однозначно. Они не действуют просто как и у нас борьба была. Так и у них борьба. Это борьба неизбежна. И у них сейчас тоже есть те, кто за строительство... За то, что за направление строительства социализма. И те, кто говорят, а мы и так хорошо развиваемся. Смотрите, у нас какие замечательные хуавеи есть. Зачем нам... У нас Алибаба есть. И мы Алибабой бьем там... И хуавеями бьем врагов наших империалистов. Они там миллиардеров партию принимают. Но сейчас Алибабу штрафанули. Они постепенно... Я вам покажу после того, как мы завершим нашу беседу. Я вам покажу по еще вот это... То, что в ВКонтакте китайские товарищи пишут. Может там вообще целая группа людей пишет. Но это же на русском пишут. Значит, для нас пишут. Конечно, взаимодействие есть. Но они не могут вот так взять открыто и сказать, мы поддерживаем то-то, то-то и то. А не партнерство для них сейчас. Военное партнерство. Не союзничество, а партнерство с Россией. Гораздо важнее, чем взаимодействие с коммунистическими различными организациями внутри России. Которые еще слабы. Которые еще не представляют такую силу, с которой можно взаимодействовать и союзничать. А российская военная техника, российская военная мощь, она фарт жизни. И Китаю с их 500 боеголовками, плюс наши 4 тысячи боеголовок, это превышает Соединенные Штаты силы. И партнерство России, буржуазной России, они готовы партнерствовать с буржуазной Россией против силы, как сдерживающая сила Соединенных Штатов, как основы империализма в мире. И в этом смысле не говорить о том, что нет, мы там вам сейчас устроим революцию. Зачем это надо? Это где экспорт революции? Если они будут таким заниматься, это чистый коротскизм будет. Силы коммунистические, силы рабочего класса в России должны вырасти, организованность рабочего класса должна вырасти в такой степени, что сам рабочий класс во главе со своих партнерс-авангардом будет решать свои проблемы. И решим мы их без прямой помощи военной, еще какой-то, китайских или корейских или вьетнамских товарищей. Оказывали моральную поддержку, ну спасибо им на это. Можно, получается, такой вывод сделать, что мировая коммунистическая система сейчас является системой только потому, что ее элементы связаны общей идеологией и все-таки. Нет, не только идеологией. Они связаны с тем, что развитие, законы развития произвлекли сил таковы, что они нуждаются в коммунизме, то есть коммунизм вырастает не из идеологии, коммунизм вырастает не из производителей сил. Так вот это самое важное. Произвлекли силы эти растут и в Штатах Соединенных, и в Канаде, и в Германии, и в России, и в Китае, везде растут производители силы, вот тот же интернет. Он же это единая мировая система, так или нет? Ну единая? Единая. Ну Китай там где-то обособился в чем-то, но все равно это единая система. Так единая система, а что такое коммунизм? Это общие. То есть на самом деле такие технологии, как интернет, технологии транспортирования, авиации, когда единая по сути система управления авиационным транспортом в мире создана. Это все подвигает тому, что и общество должно быть коммунистическим. рабочие, буржуазии, капиталисты не могут существовать без рабочих. А рабочие без капиталистов могут существовать и развиваются, кстати, страны очень эффективно. Это просто объективный ход, как бы, в историю, это понятно. Мы же сейчас говорим о мировом сообществе коммунистическом, и о котором движение. Да, движение. И общее. Но движение, это не только движение людей. Это же движение и материального продукта. Движение в широком смысле этого слова. Если тогда движение в широком смысле этого слова, то нужно идти и сейчас вступать в хорошее отношение с теми, кто продвигает, там, я не знаю, скрам, в управлении процессами, те, кто продвигает монополии. Потому что монополия – это монополия. А без монополии социализма быть не может быть. Понятно. Социализм – это единая монополия, обращенная на пользу обществу. Тогда мы, конечно, диалектически можем все границы продвигать. А только диалектические надо. Но предлагаете не вегетиси? Ну, диалектика хороша чем? Что все меняется, но при этом остается собой. Давайте вот что-то сейчас жестко зафиксируем. Жестко не получится. Ну, относительно жестко. Вы выглядите относительно. Это уже, это я не знаю, как назвать это. Это вы пытаетесь какими-то определениями. Мне кажется, что мы иногда в своих речах переходим из диалектики в софистику. Почему? Вот есть Китай, Китайская Народная Республика. Она на сегодняшний день объективно является крупнейшим в мире социалистическим государством. Никто с этим спорить не будет. Будучи крупнейшим в мире социалистическим государством, она должна проводить свое движение в следующем направлении. Если она в этой классовой борьбе на стороне пролетариата. Первое, идеологическое, второе, экономическое, политическое и теоретическое. А может, наоборот, экономическое? Но мы не реалисты. Да, экономическое, политическое, идеологическое и теоретическое. Но теоретическое и теоретическое не очень близки. Ну, я бы сказал так, теоретическое над, а все три под. Потому что именно теоретическое определяет ту линию, по которой должна быть и экономическая, политическая и идеологическая борьба. И я не вижу от Китая в современном мире... То есть вы их выставляете как консервирование? Конечно, я не скажу. Но если у вас полтора... Напишите, напишите на сайтах, на мусийской партии Китая. Я объясню с другой стороны. Почему для меня вот это движение Китая очень похоже на буржуазное движение? Почему? Потому что, когда встает вопрос об укреплении, я понимаю, Китаю нужно провести индустриализацию. Китаю нужно провести консервизацию. Но на сегодняшний день Китай уже провели индустриализацию. Дальше ставить индустриализацию как самоцепь и бежать за просто увеличением процентов. Это опять капиталистический толк. Потому что, как я понимаю, социалистический толк, когда начнется забота о людях, когда человека поставят во главные угла, когда человек станет хозяином капитала, а не капитала над человеком. И вот здесь как раз таки я вижу следующее, что Китай как бежал за этими процентами, он так за ними и бежал. Процентами чего? Процентами экономического роста, там еще чего. За процентами, за цифрами, за... Нету человека. Не поставлен человек. Во главных угла. Я не вижу, как китайский рабочий станет во главе капитала. Какой человек? Нет, не человек, а класс. Класс, да. Нет, это принципиально важно, потому что... Класс человек, люди. Нет, класс, это класс. То есть класс, это все ради человека. Все ради человека. И мы знаем этого человека, да? Я предлагаю так. Это беседа интересная. Мы ее отдельно рассмотрим. Мы опять принялись к Китаю. И у нас еще остался вопрос, во-первых, идейного содержания политического и коммунистического движения в Российской Федерации и в странах Европы. На что бы я хотел обратить внимание, что Российская Федерация сейчас, во-первых, имея опыт практический создания социалистического государства, во-вторых, имея опыт достаточно мощной идеи и идеологической, который, конечно, несколько пострадал от деятельности контрреволюционеров, но он есть. Поэтому, как мне кажется, что у нас в России существует достаточно благоприятная ситуация для развития коммунистического движения. Даже если мы живем в буржуарном государстве, у нас есть рабочий класс, у нас есть промышленный пролетариат, у нас есть партия обстановления, рабочая партия России, и у нас есть экономическая ситуация, которая способствует пробуждению классового сознания у трудящихся. Как вы считаете? Можем ли мы говорить, что Россия может быть лидером мирового коммунистического движения? Но я думаю, что борьба за лидерство – это не самое важное. Важно, чтобы было коммунистическое движение, чтобы оно развивалось, и чтобы достигалось своей цели. Вот в России пришлось начинать коммунистическое движение, возобновлять коммунистическое движение с самых простых, примитивных форм, с формой коммунистической борьбы. То есть еще на самом деле во многом не решены вот эти проблемы в экономической борьбе. То есть у нас профсоюзы, в большинстве своем, они не коммунистические по идеологии, по лидерству. У нас очень мало забастовок. Они есть, но их очень мало. А, как вы понимаете, советскую власть не установить без забастовок. То есть на самом деле пока нет побед в забастовках, пока забастовки носят характер по отдельным предприятиям, пока нет забастовок солидарности, речь о том, что можно по производственному принципу выбрать депутатов, и они составят советы, ну это невозможно пока что. Но к этому будет идти дело, конечно. К этому постепенно дело идет. И кризисы это усиливают, и в то же время усиливают не только кризисы, но и когда нет кризиса, когда идет подъем, профсоюзное движение еще больше растет. На самом деле профсоюзное движение часто растет на подъеме, а не на спаде. На спаде там часто подавление, наоборот, профсоюзное движение. И в этом смысле, конечно, перспективы революционного движения в России очень хорошие, генетические, у нас исторические, у нас очень, я говорил об этом, очень хорошие предпосылки. Материальные предпосылки в лице миллионов и миллионов рабочих у нас тоже есть. Высокая образованность населения у нас есть. Производительные силы у нас среднеразвитые, то есть они не отсталые, не во всем отсталые. Они среднеразвитые. То есть надо говорить, что Россия совсем отсталая страна. Россия уже в конце 19 века не была отсталой. Она и тогда была среднеразвитой. То есть на 5-м месте была Россия. Это же не отсталая. Россия никогда отстала. Была отсталая? Нет, ну была отсталая, если мы не будем брать себя с так называемой среднеразвитой. А вот Россия, да, она среднеразвитая страна. Очень значительную часть времени провела в статусе державы. Часть времени в статусе сферы державы. Это было и у нас, и в 19 веке, когда сфер державы была в России, когда ни одна пушка не могла заговорить в Европе без соизволения на то российского правителя. А когда Советский Союз, это однозначно просто держава. Это одна из двух сверхдержав. То есть на самом деле все эти предпосылки, кроме того, у нас огромные материальные ресурсы. Самая большая территория с самыми богатыми материальными ресурсами в мире. Которые всего лишь 145 миллионов населения, как в Пакистане. А территория, извините, не Пакистана, а территория, как говорили, одна шестая часть земли. Как-то что-то в Советском Союзе одна шестая была. Что-то отошли Украина, Казахстан, так далее. Опять одна шестая. Ну получается, что такая территория, такая территория, что одна шестая все равно сохранилась. И кажется, севера это источник богатства. Он какой-либо докольный флот сейчас создается огромный. Сейчас нельзя не замечать и положительные тенденции в развитии производительных сил, которые сейчас происходят. И сейчас эти производительные силы развиваются и создаются предпосылки к тому, чтобы соорганизовываться рабочий класс. И сейчас самое главное, это экономическая борьба, переходящая в, ну, посредством идеологической борьбы, переходящая в борьбу политическую. Политическая борьба, у нас очень большая склонность вести политическую борьбу, не подготовив ее экономически. Это то же самое, что бежать за паровозом, не имея даже резины, чтобы его догнать, этот паровоз. Надо создать экономический предполаган, не впадая в экономизм, экономизм, когда ограничивается экономическим, а в единстве экономических, экономических, идеологических и политических действий создавать ту силу, тот авангард рабочего класса, который сейчас постепенно, медленно, но в нашей стране создается. В моменту именно теоретического, то, что я замечаю, есть партия РПР, есть все остальное. В России, я не знаю, смотрю, то, что удается нам дать, это все социал-энформизм, это все... Ну, не все, есть. Я международно, это все, я имею в большинстве своем. В большинстве своем это техницизм, в большинстве своем это, опять же, уклон в том, что там наука, техника нас спасут, что произойдет какой-то там, не знаю, количественный прогресс производства, и нас всех обеспечат потреблением. Ну, то есть, не ставится у глава вопрос у нового человека, о том, что такое социалистическая культура. Мы от того же Китая не наблюдаем того, что вы строите у себя социализм. А что же представляет из себя ваша социалистическая культура? Какие новые, так скажем, названия к человеку вы ставите? Какие задачи вы переделаете? Я бы вам возразил в чем? Вы часто апеллируете к абстрактному человеку. Апеллиация к абстрактному человеку это так называемый буржуазный гуманизм. Когда человек, вот как таковой, вот чем отличается буржуазный гуманизм от пролетарского гуманизма, основанного на принципе подхода классового. То, что речь идет о конкретной части общества. А это пусть и не самая большая часть общества рабочий класс. На нём одной стране мира сейчас рабочий класс не составляет большинства. Но и буржуазия, когда буржуазную революцию делали, составляла еще меньшее меньшинство, чем рабочий класс. Но рабочий класс – это огромный, это сотни, сотни миллионов людей, может быть, миллиард, может быть, полтора миллиарда людей в мире. И это, подождите, вот дайте это сказать здесь. И именно вычленение рабочего класса и определение, что рабочий класс создает свое государство, государство, диктору, предприятие, и идет созидание общества ради развития всех и каждого, ведь какая цель коммунистическая? Всестороннее достижение полного областания и всестороннего развития всех членов общества. Ни человека абстрактного, ни уход в солипсизм. Солипсизм – это слово «соло» – один человек. Это там философии красиво пишут, и имели писать классы, или не хотят писать классы, или отходят от этого, и уходят опять человеку. Я думаю, что упрекает Китай, Китайскую коммунистическую партию не занимается каким-то там человеком. Ну почему? Каким-то человеком, наверное, занимается. На самом деле, когда идет развитие экономическое такое, что все больше и больше людей становятся рабочими, во-первых, у них рабочий класс растет. Эти рабочие получают зарплату уже больше, чем в России, то есть они уже привыслили зарплату, которая есть в России для рабочих. А учитывая, что у нас рабочих 26 миллионов, а у них рабочих по примерным оценкам, я не нашел прямую цифру, приходится тоже высчитывать, у них рабочих порядка 250 миллионов, то есть 10 раз больше, чем у нас, а может и больше, чем 10 раз, они создавали такой огромный отряд проветариата, ну, рабочего класса, там проветариата уже нельзя говорить по отношению к Китаю, у нас можно, там нельзя, потому что у них диктор и пролетариат, они уже не пролетариат в этом смысле, они не являются имущественными. То есть они свою задачу решают, и вопрос, и претензии не к ним должны быть, они решают, они свои ошибки совершают, они свои достижения совершают, а вопросы и задачи должны быть к нашему рабочему классу и к авангарду нашего рабочего класса, к рабочей партии. Вот, даже не претензии, а задачи. И когда мы критикуем, я думаю, что не надо сритачиваться на критике различных там поползновений, маршизм, их будет сотни-сотни разных кружков и так далее, которые уйдут кто вправо, кто влево. Нужна созидательная работа. То, что вот самое полезное, что сейчас делают, одно из самых полезных, это раздают газеты у проходных заводов. Вот это вот важнее, чем все наши дискуссии, которые мы проводим. Это в сто раз важнее. Нужно обязательно говорить, нужно привлекать, нужно использовать интернет, все это нужно. Но, когда обращаются непосредственно к рабочим, к представителям рабочего класса, когда он получает газету, когда он ее читает, пусть прочитает даже каждый десятый из тех, кому в руки попали. Потом каждый пятый будет. Потом они будут обмениваться. Потом, когда станет вопрос, критический вопрос на их производстве, когда станет вопрос по задержке заработной платы, по тому, что заработную плату не поднимают, потому что условия труда плохие, рабочие соорганизуются и дадут такой творческий порыв, в котором партии могут не успеть еще все обработать, то, что будет происходить. Поэтому я уверен в том, что самая главная задача рабочей партии это непосредственно обращение к рабочим, к рабочим, не к рабочему, а к рабочим, как представителям рабочего класса и пробуждение того сознания, которое уже было подобное пробуждение, и оно неизбежно будет. И происходит. И сейчас происходит. Это, наверное, главное проявление мирового коммунистического мира. Сейчас, да. Сейчас, да. И Россия может оказаться центральным звеном. Не авангардным в этом смысле, а центральным звеном снова. То есть тем звеном Россия может оказаться, тем слабым звеном в капиталистическом мире, где порвется это звено и снова будет создаваться социалистическое общество. Я понимаю вопрос мирового коммунистического движения. Опять же, я как раз говорю об этом человеке. Я не подразумеваю, что я его стал лицем. Я просто пытаюсь по-другому сформулировать вопрос о том, как по-вашему сейчас проходит идеологическая борьба. Потому что в идеологической борьбе то, что я наблюдаю, это верховенство ревизионизма, это верховенство стремления к вот этому скандинавскому социализму, социал-репайнизму. Я не замечаю этого. Я не замечаю верховенство этого всего. На самом деле, вот все вот эти тенденции, все эти тенденции, о которых вы говорите, они существовали раньше. Но они не побеждают. Они все равно остаются в коммунистическом движении, они остаются, даже они не входят в коммунистическое движение, они остаются на задворках так называемого левого движения. Левого в кавычках, в том смысле, что левого по отношению к парламентам, которые слева сидели, те, которые вроде ближе к малоимущим. Нет, ближе к малоимущим. Слева, в этом смысле левого. Коммунистическое движение, оно четко основывается на марксизме-ленинизме. Это научная идеология. Это единственная научная идеология, которая является общественной, в смысле, общественной наукой. А то, что придумывают скандинавский социализм, еще что-то, да их будет сотни разных версий, вариантов, ревизионизмов и так далее, если мы сосредоточимся на критике вот этих, то мы некогда будем заниматься позитивной работой. Поэтому самое главное проводить свою линию, ну и периодически отбиваться, отмахиваться от того, что там возникло. У одних там возникла идейка о том, что оказывается, социализма не было. Не хочу даже называть, кто это такие. У них есть свои заслуги перед распространением идей правильных. Но тут углубились не туда и свернули с пути. И теряют, все теряют и теряют они в том числе и влияние авторитета. То есть свою задачу надо решать. Когда решают свою задачу, даже, казалось бы, малочисленные, сколько было большевиков в феврале 17-го года? Не задавались такими вопросами? Десятки тысяч. Да, даже, да, тысяч двадцать, наверное. А уже в ноябре 17-го года больше два тысяч человек. Было попутчики, конечно, только там отошли, а в пятом году были десятки тысяч, а после пятого-седьмого года очень много ушло. И прежде всего ушло попутчиков-интеллигентов. Очень много сейчас Михаил Васильевич Попов на интернет-канале Лобби тома Ленина читают и обсуждают. Михаил Васильевич давно врачу законспектировал все тома и сборники, не только тома, но и ленинские сборники и съезды партии, сценограммы съездов партии. И там очень четко прослеживается как проходила борьба. Так вот, недавно обсуждали такую тему, что очень много интеллигентов после 1907 года поражения революции, первой русской революции, очень много сбежало интеллигентов с партией. А многие рабочие остались. А потом уже в семнадцатом году опять пошло увеличение. Ну, когда стало правящей партией, тут, конечно, уже прилипал очень много и тут уже пытались и успешно проводили, в том числе и чистки и что делали и парт максимум установили. Поэтому здесь главное созидательная работа. Если мы будем сосредоточиться на критике и основной видом деятельности будет критика тех, кто неправильно действует, да, тех, кто неправильно действует, их сотни, сотни, сотни ни времени, ни потребности в том, чтобы их всех распределировать нет. Человек, вот сколько вот, человек хочет достигнуть какого-то пункта, сколько дорог может везти туда? Ну, одна, может, вторая, где-то там с каким-то обходом, да? А сколько дорог не ведет целей, скажите, пожалуйста? все остальные. Да все остальные бесконечное множество. Так нам надо сосредоточиться на критике каждой из этих дорог? Или нам надо вот эту дорогу, которую мы знаем? Нет, я же говорю, основная задача, основная технология ведения идеологической борьбы распространение своей идеологии, а не критика чужой. А когда ты устанавливаешь свою идеологию, ну, слушай, не свою, марсиско-линистскую идеологию, попутно критикуешь вот эти, как Владимир Владимирович раскритиковал философский в материализме и перипетицизм, раскритиковал все появившиеся буржуазные философские концепции. Нет, ну, все появившиеся тогда. Нет, те, кто в Махии там, тот же перипетицизм то есть раскритиковал это. Но он что делал? Он ради критики это сделал? Нет, ради утверждения марксизма в условиях вот этих сейчас дискуссий. Вот что он сделал. И он же сделал, сделал. И нам надо учиться у него вопрос. Есть идеологическая борьба. Кто в современном коммунистическом движении, кроме рабочей партии России, отстаивает те же и они за другие позиции, которые отстаивают Вы собираетесь отвечать за другие? Мы отстаиваем. Мы отстаиваем. Мы отстаиваем. А зачем нам отвечать? Вы за КПРФ собираетесь отчитываться? Нет? Я не знаю. Я хочу сказать, что вот есть КПРФ. Релизатор-социалисты какой-нибудь организации. Мы же как ученые должны сказать, что есть КПРФ, они релизионисты. Есть европейские социалисты, они социалисты. А кто такие же, как мы? Вот вопрос. Кто отстаивает то же, что и мы? А у нас в мировом коммунистическом режиме? Вы как Бессу решили крикнуть АУ. АУ, мы тут грибы ищем, мы правильные грибы ищем. АУ, вы ищете правильные грибы? Нет, мы не ищем. Нет, я думаю, что здесь не столько об этом надо задуматься, сколько нас свою задачу решать. Когда идешь своим путем, если ты идешь правильным путем, у тебя всегда будут попутчики, у тебя всегда будут союзники, у тебя всегда будут те, кто будет с тобой идти. Если ты идешь правильным путем. Просто мы ведем священник правильным путем, у него приходит 600 человек. А почему не начало правильным ведем? Потому что он так считает и другие. Он может считать как угодно, мы на научной точке известия стоим. Я спрашиваю, кто кроме российского РПФ стоит на такой же... Вы сможете ответить на этот вопрос? Нет, потому что я изучаю мировое коммунистическое решение. И не находите. И не по-каршу кого-то начнете. Ну и что? Ну и если нету, и что дальше? Ну нету же должны сказать есть или нету. А зачем? Ну чтобы понимать, с чем или нету. Свою задачу. Если вы строите дом, рядом строят еще 50 домов, вы все дома должны обойти и посмотреть, что они там неправильно делают? Или вы свой дом должны построить? Ну что вы свой дом построите, я должен посмотреть. Почему? Почему? У вас есть проект. Он строит по моему проекту, у вас свой дом, вы строите, созидаете свое общество. Зачем вам отвлекаться на то, что кто-то где-то как-то ошибается? Вы что, все ошибки хотите предотвратить у людей, что ли? Да это не удастся, это бессмысленная работа. Поэтому мировое коммунистическое движение идет на основе марсизма, ленизма. Даже если 50 человек правы и идут по этому пути, эти люди, вокруг них потом соберется, соберутся те, кто будут идти вместе по правильному пути. А сейчас 50 человек. Сейчас вот в Китае огромная партия, там многие товарищи правильно думают, действуют. В КНДР правильно, в Гогиннаме много правильно, в Макбубе. Сейчас не одинокие, сейчас не 50 человек. это не 300 спартанцев. Сейчас уже коммунистическое движение это миллионы людей. Я бы отметил еще европейские коммунистические партии, которые существуют в определенной части стран и играют довольно замытную роль, например, в Испании, в Италии. Но, к сожалению, они не ведут такой работы, как в Европе. Ну, не поражен еврокоммунизм. Причем во всех этих партиях произошел раскол в период 90-х годов и отделились, скажем так, люди, стоящие на позициях марксизма-реминизма от людей, которые пошли по пути еврокоммунизма. И фактически сегодня только какие-то мы видели точечные проявления мирового коммунистического движения в странах Европы. Более они ииспания, есть пример в Австрии. Но в остальном мы не можем сейчас смотреть на... А можем вообще их назвать коммунистическими движениями? Если есть научный социализм плюс рабочие движения. Что там? У них нет рабочего движения и научный социализм, они... Почему рабочие движения не будут эти рабочие движения коммунистическими движениями? Если нужно, то это нужно анализировать не всякое рабочее движение и экономистическое. Тут необходимо тогда рассматривать каждое политическое движение из крупных. Но это такая задача ставить сам. Тут важно показать явление, но не проявление этого явления. Вспомните 1914 год. Сколько социал-демократических партий и сколько членов этих социал-демократических партий стали на правильный путь и правильно оценили. Ситуацию умерло сколько? Вот сколько? Почему? РСДРП. РСДРП. Большой групп. Ну, причем это. РСДРП. Вы спрашиваете? Вот. И несколько буквально человек, один человек по французской партии и два человека по-моему, германской. Все. А кто оказались правы? РСДРП. Дреба, главе с Вадимовичем Лениным. Ну и те товарищи, которые пошли на кадру или которые были убиты. Розовик Стейнбург была убитой, как у меня сказали. Правильно? Да. Вот. Поэтому не страшно, если даже мало тех, кто правильно мыслит и действует. Квально, чтобы они правильно мыслили и действовали. И тогда объективные обстоятельства приведут к тому. А те, кто мыслит правильно, чтобы с ними объединились. Вот те, кто мыслит правильно, они приходят в российскую, в нашу рабочую партию. рабочую партию коммунистическую партию. А это часть, мы тоже часть мирового коммунистического движения. И не надо себя здесь, и не надо бояться того, что мы там что-то себя возвысим. Никто возвышает, никто не собирается. Здесь надо четко понимать, правильная позиция, она сильная. Потому что она истинная. А неправильная позиция, если они ведут в тупик. Ну, мы дойдем до тупика, и все, все силы их кончатся. Надо правильно действовать, исходя из правильной науки и идеологии. А это есть идеология маршизма-линизма, есть идеология, научная идеология эпохи перехода от капитализма капитализма. Я предлагаю нам подойти к выводам, и мы уже что-то по сути и сделаем. Потому что основные мысли, мне кажется, мне представляется высказаны. Мысли-то разручали. Есть ли кому еще, что в завершении беседы добавить? Я бы хотел добавить, что в основном все проговорили, но я считаю важным членом партии в том числе и заняться вопросом не только того, какой у нас путь, но и изучением того, какие идеологии на сегодняшний день существуют и каким образом они проникают в сознание людей. И они настолько сильно проникают в сознание людей, что уже даже правда туда пробиться тяжело. В первую очередь то, что я рассматривал в предыдущем докладе, это социально-реформистские и техницистские концепции. Я считаю, что именно они сейчас являются главным мусором в идеологической борьбе и в коммунистическом движении. Потому что именно такой резкий рост науки приводит к тому, что наука важнее всего противодействует именно непосредственно научному социализму и его проникновение на больших глазах. Я бы добавил еще, что это происходит потому, что ведется довольно слабая борьба со стороны пропагандистов коммунистического движения. Не будем говорить о причинах этого, но чем сильнее будет вестись пропаганда и проникновение коммунистических идей во среду трудящихся и чем активнее коммунисты будут соединять научно-социализм с рабочим движением, тем слабее будут позиции социальных радостков. Но я хочу тоже подытожить. Критика ужасных различных концепций должна быть. Но критика всегда должна исходить из той созидательной позитивной научной основы, которая есть. То есть с этих позиций, с позиций науки. А для этого нужно изучать достижения науки, то есть достижения марсизма, ленинизма. Нужно изучать произведения Владимира Ильича Ленина, потому что именно в них заложена последовательно идеология создания социализма. Других произведений нет таких. То есть это как раз соединение идеологии с практикой, соединение научного социализма с рабочим движением, и оно дано последовательно, диалектично в произведение Владимира Ильича Ленина. То есть ленинизм это марксизм эпохи перехода от капитализма коммунизма. И тогда чем лучше мы это изучим, тем правильнее будет действовать, тем легче будем критиковать при необходимости критиковать, не сознатачиваясь особенно на каких-то там концепциях, потому что то, что вы говорите о различных техницизмах и так далее, есть известная концепция сциентизма, давно критикуются, есть замечательные произведения по критике этого сциентизма, но критика как отражение она не даст как такового позитивного движения. Будете критиковать бесконечное количество неправильных путей, тем самым увлечетесь этим неправильным путем, вы будете отражать тогда эти неправильные пути. Пусть вы неправильно отражать будете, но у вас один путь правильный и бесконечное количество неправильных путей, и каждый путь вы будете правильно отражать. И что вы достигнете? Вы в конечном итоге тот, кто это будет делать, он скатится на какой-нибудь из неправильных путей неизбежно, потому что ресурсы человеческие ограничены, нужно осознать правильный путь, двигаться по нему, и при необходимости, при появлении новых концепций особенно, новых, которые особо затуманивают мозг, не забывая о том, что в ужасном обществе господство в ужасной идеологии, и освободить всех людей в ужасной идеологии в ужасном обществе никто не сможет никогда, только построение, создание социализма позволяет освобождаться от ужасной идеологии, и то бужуазная идеология существует и в условиях социализма, как отрицание социалистической идеологии, как отрицание коммунистической идеологии, если бы не было в момента бужуазной идеологии, мелкобужуазной идеологии в Советском Союзе, да никогда бы не было восстановлен капитализм в Советском Союзе, то есть на самом деле И вот эта мелкобуржуазность, и то, что на практике мало боролись, и в теории, и на практике недостаточно боролись с мелкобуржуазной идеологией, эта мелкобуржуазная идеология стала вяскоспущей в партии, это основная причина поражения социализма в Советском Союзе. Буржуазная идеология, мелкобуржуазная идеология проникла через того же Хрущева и его там, как сказать, соучастников. Это именно мелкобуржуазная идеология. Она побеждала, и даже когда произошло в Новочеркасске, когда рабочие правильно поставили вопрос своим выступлением, что партия ошибается, когда одновременно поднимают цены. И срезают заработную плату, уменьшают. Тем самым против рабочего класса, началась борьба против рабочего класса, даже это не остановило. И как расправились с теми, кто стихийное рабочее движение. А Владимир Вячеславович Ленин к чему учил, когда его спросили, вот сейчас мы строим социализм. А забастовки есть. Как нам действовать при социализме по поводу запастовок? Потому что теперь против советской власти бастуют, получается? Он говорит, неправильно был мысленник. Если рабочие бастуют, возмущаются чем-то, и они неправы, мы должны суметь объяснить им, что они неправы. Мы должны суметь это сделать. А если они выступают, бастуют, и они неправы, мы должны с ними согласиться и исправить свои действия. Самим поправиться. А что сделал Хрущев? Рабочие были правы, хотя и стихийно там, конечно, кое-кто там занимался, что-то там крушили, но в Новочеркасске, но это отдельные личности там были. А по принципу рабочие правильно возмутились в ситуации. А вместо того, чтобы прислушаться к рабочим, прийти и объясниться, они же хотели, чтобы с ними объяснились, объяснили почему, и исправились. Вместо этого военной силой подавили эти выступления. И так не только в Новочеркасске, в смысле возмущения. Поэтому надо двигаться своим путем. Свой путь – это путь ленинизма, как марксизма, к эпохе перехода от капитализма к коммунизму. И соединять, вы правильно сказали совершенно, соединять научный социализм с рабочим движением. Вот это вот самое главное, что это очень тяжело делать. Это очень непросто. Тем более в каждом из нас сидит много враженности, в любом случае. В каждом человеке он сидит. Кто умеет с этим бороться, а кто возводит этот принцип и радуется тем, что он реализует эту мерку буржуазность и хочет стать крупным буржуем. Кто-то умеет с этим бороться, кто-то не умеет. Не всегда человек с этим справляется, но надо это делать, и тогда успех будет неизбежен. Спасибо, товарищи, за беседу. Спасибо. Спасибо.